Привет, это Лурфер Кима Индустри, и да, наконец-то, финал Серпула. Сегодня мы закончим все, что можно закончить на этой фиолетовой планете. Ну, почти все. Приятного просмотра. Первым сектором на очереди стала береговая линия. Честно говоря, я ее совершенно не помню. Такое ощущение, что новые сектора в 7.0 добавили и на Серпула. Я просто патчноут не читал, поэтому не в курсе, да. В любом случае, почти сразу же приступил к строительству обороны. Сильно запариваться с турелями я не стал. Основную ставку буду делать на юниты. А дальше просто строил все базовые производства и добычи. Я правда не вижу смысла все это комментировать и показывать. Ведь все это вы уже видели. Вскоре я начал осваивать единственное месторождение Ториа на карте, и тут просто идеальное место, чтобы испытать электромагнитные катапульты, которые могут перебрасывать предметы друг в друга по 120 единиц за раз. Пришел все-таки попробовать построить производство зеленых ромбиков через нефтяные скважины. Получилось неплохо, я думаю. А чуть позднее я познал силу сверхприводных проекторов. Их ускорение это просто нечто. Хотя и энергии они жрут немало. Вскоре прибыл страж, который я так же быстро убыл. Ха! Ведь он просто-напросто застрял. Так и было задумано, если что. Кстати об энергии. Ее начало прям сильно не хватать, так что строю огромную электростанцию на Ториевых реакторах. И кстати, в комментариях мне подсказали, что автоматикой можно выключать сам реактор. Почему я до этого сам не додумался, я не знаю. Для последних технологий мне крайне не хватает фазовых тряпок. Так что я не удержался, скачал схему производства в стиме и вот наладил их массовое ткачение. Такая же проблема была с кинетическим сплавом. Так что и его создание я организовал. В итоге этот сектор станет моей главной фабрикой, с которого я уже буду отправлять ресурсы на другие карты. Это конечно не соляные равнины, но мне вполне хватит. В следующей на очереди стала прибережная крепость. И ее я тоже совершенно не помню. Но в целом тут и показывать-то нечего. Делаю все по той же схеме, как в ролике с быстрым захватом секторов. Если вы его еще не смотрели, то что вы тут делаете? Майндестри игра последовательная, знаете ли? Все должно быть по порядку. Здесь я правда буду использовать морские юниты третьего тира, под кодовым названием Bright. Это кипловучий аналог крепости. И вот мы уже сломали первое ядро. Это было проще, чем я думал. А вот уже и второе. Да. Чуть позже до меня дошло, что эти карты по сути открывают новую саппорт ветку морских юнитов. Которых я тоже не помню. А сейчас вы можете наблюдать мою тщетную попытку взять заброшенный разлом. Вроде бы и обороняться легко, и волн всего лишь 18, но запомните. Это все ложь. В реальности этот сектор самая настоящая западня, куда я и угодил. За что получил по голове и ядру. Но вот со второго раза процесс пошел. Даже рейвики установил с пиротитом и параллаксами. А чуть позднее стены пластановые сделал. На 18 волне за мной пришли, и в целом оборона справилась. Сектор был захвачен. Да, не полностью. Ведь он все еще уязвим. Но, будем честны, мне уже просто лень захватывать все эти ноунейм сектора. Мне ведь ролик надо делать. Да и на Эрикир хочется поскорее. Итак, ядерный промышленный комплекс. Последний сектор перед планетарным терминалом. Высаживаюсь туда. Вот уже первую оборону построил. Это далеко не финальный вариант, ведь тут будет туго. Позднее я добавил парочку залпов и силовые проекторы, а стены сделал из фазовых тряпок. Установил знамение. Одну из последних пушек игры, а потом еще докинул с водяным ускорением. Вскоре прибыл страж. И я, как всегда, слишком поздно осознал свою ошибку. Но в итоге все наладилось и сектор взят. Далее за кадром я копил ресурсы для открытия последних необходимых технологий. Сейчас я покажу их все. Ну что, мы наконец-то добрались к нашему финальному пункту назначения. К планетарному терминалу. И эта карта, это прям жесть. Я не знаю, как тут быть без морского юнита пятого тира, Ака Амура. На его строительстве и стоит сосредоточиться. Помимо самих волн, вас тут будут доставать кораблики противника, которые к ним не привязаны и строятся на базе врага. Самой большой проблемой при создании юнитов высоких тиров является криогенная жидкость. Ее прям до хрена надо. Но, несмотря на все трудности, я продолжал строить. А вот тут меня жестко обломали. Мое лицо в этот момент можете даже не представлять. В итоге я решил построить небольшую оборону по пути следования этих мелких засранцев. И это помогло. Наконец-то полпути позади. Осталось лишь создать сам юнит. А пока он делался, я укреплял оборону и совершенствовал производство, чтобы ускорить процесс. И вот, осталось еще чуть-чуть, чуть-чуть и... готово. Теперь врагу пиздец. Вселился в кораблик и погнал выносить все. Вплоть до вражеского ядра. И на этом серпула официально пройден. На самом деле, я так и не исследовал все юниты пятого тира. Но зачем они нам? Думаю, вы заметили, что мое желание играть на серпула немного так поугасло за последние недели. Но я очень рад, что спустя примерно два с половиной месяца эта планета завершена. Как и первый сезон Майндастри. После небольшого перерыва начнем и рекир. Спасибо всем, кто посмотрел, смотрит и будет смотреть. Это был Лурферк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok